Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами, как всегда, я, Савельф Анатолий, и наш канал. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же всё-таки лечить красноухих черепах, конечно же, от болезни глаз. Болезни глаз у красноухих черепах бывают разнообразные, но в основном самые распространённые. Это вот опухшие глаза, припухлость глаз, покраснение, черепашка не может открыть глаза, но вот такие вот ледуги появляются, собственно. Ну, пока рассмотрите, вот наши москвичи, жильцы новые, обживаются. Вот у нас. И вот наши уже подросшие малыши. Заметно подросшие. Итак, переходим к основной нашей теме. Вот наши Микаэлла и Рафаэль. И сейчас я вам расскажу нашу историю о том, как я добыл этот способ. Именно от меня способ, дорогие друзья. Может быть, где-то этот способ вам уже показывали, может где-то есть, но я лично не видел, дорогие друзья. Но этот способ именно, я, так сказать, изобрёл. И из моих уст вы сейчас его услышите. Была у нас тоже такая проблемка. Когда я был маленький, вот, черепашки тоже заболели, конечно же, припухлостью глаз. Повели мы к ветеринару наших черепашек. Собрал я их в контейнер и понесли. Ну, ветеринары сказали, мы с таким никогда не встречались. Никто нам черепах не приносил. Ничего. И они не знали, что вообще делать, как лечить эту болезнь. Ну, и я начал экспериментировать. Взял альбуцит и тетрациклин. Ну, и вот, собственно, дорогие друзья, наши лекарственные препараты, средства. Вот он, тетрациклин. Такой, это мазь, глазная мазь. А вот, как выглядит нынешний альбуцит. Просто, ну, в аптеке спрашиваете, вам дают альбуцит. Но, на упаковке не всегда написано будет альбуцит. Альбуцит в основном будет написано сульфоцит натрия. Сульфоцил натрия. Или вот визин. Ну, они, в общем, по составу этих лекарственных препаратов, они одинаковые. Но, весь этот комплекс, как бы, называется альбуцит. Самое первое название этих лекарств, конечно, за альбуцит. Спрашиваете, и вам дают, вот, сульфоцил натрия. И тетрациклин. Глазная мазь. Сульфоцил натрия. Вот, наш альбуцит. Сейчас мы его доставим. И специально для вас я вам сейчас покажу в каких пропорциях как капать. Ну и так, мы пересадили наших сорванцов в кормушку. Вот, как вы и видите. Уже глядят. Думают, мы сейчас их кормить будем. Но нет, мы сейчас сделаем профилактику. Хотя они у нас и здоровенькие, я должен вам, обязан, показать, как производить лечение, если вы столкнулись с этим методом. Ну и в принципе подписчикам будет интересно поглядеть, какой способ я придумал. Начал капать и все помогло, все прям мгновенно вылечилось. Где-то, наверное, две недели, ну, неделю я капал, все прошло, а вторую неделю делал профилактику. И с тех пор никакие недуги их не берут. Вот они наши. Бороздять. В воде. Ну, в первую очередь надо достать черепашек, конечно же, в сухое место. Давайте покажем сегодня на Микаэлле, на нашей самой прославленной на канале. Вот еще раз я вам показываю. Сульфоцил натрия. Капли глазные и мазь глазная. Мазь для глаз. Вот у нас чистенький коврик такой, подготовленный. для чепочек. Капать нужно два раза в день. Ну, профилактику, конечно же, две недели. Можно и так, если даже ваш черепашка трет глаза. Если покраснели глаза, опухли, конечно же, профилактика следует делать профилактику. Лечением всего занимайтесь, наверное, месяц. Месяц прокапаете и ничего не возьмет ваших черепашек. Ну, у меня неделька так прошла. Две недели, когда я капал, все прошло отлично. Ну, давайте закапаем по две капли или по три капли в каждый глаз два раза в день. И она должна, после того, как вы закапали, должна чепочка обсохнуть, глазки должны впитаться, не сажайте ее сразу в воду, потому что все растворится. Аккуратненько закапываем. Раз, два, глазик, сейчас я вам продемонстрирую. Давайте-ка. Оп. Оп. Еще раз ставим сюда. по три капельки получилось. Теперь, дорогие друзья, наша чепочка будет обсыхать и в общем такую профилактику проводим на всех чепочках. Если заметили, хотя бы один признак заболевания глазок у чепотитроциклина. Вот мы берем, сейчас давайте намажем на палец, некоторую дозу. Ну, чуть-чуть хватит пока, тем более у нас черепашечка здоровенькая. О, немного побаивается. И вот так немного нежно-нежно намазываем на глаз. Можем даже прямо на глазик нацепить. Она такая, как гель будет растворяться на глазу. Так вот вот так вот помажем аккуратненько. Аккуратно, аккуратно. ЖКЛ, посиди, профилактику, профилактику делай. Тихо, 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 тихо. Ну вот, помазали на глазки, размазали мазь и пускай, пускай впитывается, пускай обсыхает, дорогие друзья. И вот такие профилактики в принципе вы и делаете. И вот, дорогие друзья, мы видим, мазь благополучно растворяется по глазкам, производится лечение. Ну, как профилактика это, конечно же, не вредно, вот как я сейчас это сделал. Ну, заодно удалятся все болезнетворные микробы и все недуги. Ну, дорогие друзья, эти средства вас удовлетворили. Они вам, я вам сто процентов гарантируют, что этим вы обязательно вылечите ваших черепашек. И ваши черепашки будут здоровенькие и веселенькие. Еще раз, дорогие друзья, повторяю, альбуцит и тетрациклин выведут ваш недух у вашей черепашки и будете вы здоровы. Вот, лично, мой метод, который я советую. Он эксклюзивен, возможно, уже его кто-то перенял. Я его в старых роликах рассказывал с плохим качеством, но меня подписчики просили переснять для того, чтобы предотвратить эту болезнь. Конечно, самое главное поддерживать чистоту вашим аквариумом. Это самое главное, потому что все болезни в основном исходят от того, что вы мало меняете или плохой уход, постоянно черепашка болеет, вода грязная, это вам глазные болезни обеспечены. Бывает не сразу, бывает раз в рязной воде, потом еще опять и глазки опять болеют. Но может сформироваться иммунитет после того, как вы закапаете этими средствами, но все равно вода должна быть конечно же чистая, я вас предупредил, так сказать. Ну какие еще средства? метиленовый синий это синька специально для животных, для аквариумной воды, вот как тут и написано. Берите синьку, вот она, и капать надо в аквариум, и замачивать соответственно ваших черепашек в синьки. Капайте несколько капель воды, ой, в воду, вот соответственно в кормушку черепашек, пока она не поснеет до нужного так сказать вида. И пускай они в нем болтыхаются 15-30 минут для профилактики, так-то можно дольше конечно же. И вот они будут обеззараживаться и будет все хорошо. Это просто для того, чтобы убрать всех микробов и болезнетворные бактерии. А в основном специальное средство вот сульфацит натрия, то есть стальбуцит и тетрацеплин. Всем спасибо за просмотр, ставьте классы, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. Впереди будет очень много интересного. И до скорых.